Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михайлович Топик Геймс. В сегодняшнем видео речь пойдет о достаточно известной информации в игре Лаздая Нур Сурвайвл. Вы уже знаете, какие локации лучше чистить с провиантом, какие хуже. Я сейчас отвечу очень быстро, и мы разберемся, какую же локацию лучше всего чистить. Также зачищу по 5 раз самые сложные локации провиантом. Итак, друзья, мы знаем, что если провиантом, то это либо сосновая роща, либо каменные холмы. Зачем это делается? Ну, то есть, чтобы просто элементарно не фармить. Дальше, если ты для сезона, либо если ты для снабжения, вот тебе песчаный карьер самый выгодный. В остальном, мы сегодня, ребят, прежде чем начнем, пожалуй, поставьте лайкосик. Спасибо заранее. Напишите комментарий. Жду ваших комментов. Мотель. За ним пойдет старая ферма и так далее. Итак, друзья, начинаем мы с мотеля. Сегодня 5 раз кофу мы залетаем в мотель с ноги. Как вы видите, что 600 опыта сезона. И вот такие вот вещички. Я, конечно, понимаю, что ты сейчас прямо скажешь, Михалыч, зачем ты это делаешь. Но я отвечаю на часто задаваемый вопрос, который звучит, в принципе, многих. Так что лучше чистить? Полицейский участок или бункер Альфа или ферму? Вот ты видишь, что ты получил с 5 зачисток. Я тебе так скажу, что хороший мултамент и не назовешь. Особенно за то, что потратил 50 провианта. Дальше мы переходим в старую ферму. Еще дороже, лут еще прекрасней. И ты сразу думаешь, блин, сейчас как хренанет мне вот это все. Там магнестрелы, калаши, косы, схемы оружейных модулей. И там пошло-поехал. Ну, естественно, не там-то было, потому что мы получаем раз. Ну, кувалда штаны. Два. Ладно, стальная пластина, коса, шестеренка. Три. Ну, если честно, то уже четыре. И пять. Очень-очень важно сказать, что выпало три шестеренки. Прикольный лут, много опыта. Тут уже можно, конечно, если у тебя большое количество провианта. И тебе нужны шестеренки, сталюка и все остальное. Я бы все равно выбрал какие-то другие локации для прови. Но и методы добывания от чего-то другого. Но все-таки ферма неплохой знак, что может что-то хорошее дать. Заброшенная фабрика. Тоже неплохой лут здесь нарисован. Но мы видим, что пять зачисток. Это, ну, древесина дуб. Единственное, что дается здесь в плюсе. И, конечно, место, я думаю, что пять провиантов. Ну, лучше, конечно же, вот эту локацию чистить. И дуб тебе дается, и все остальное. Хотелось бы, естественно, тут и порт чистануть. И Браво чистануть. И там, я не знаю, и, конечно же, зараженный лес. Но возможности у нас нет. У нас есть возможность зачищать еще с провиантом бункер Альфа. Тоже пятнадцать провианта. Здесь и дискеты с координатами. И сладенькие военные блокнотики. Зарядки С4, заряды С4, гранатометы, миниганы. Все это прямо есть. Сразу смотрим, что дает. Гранаты. Ну, блин, реально пятнадцать провианта. Дорого, богато. Но по луту слабовато. М-16, пока что первый огнестрел, который выпал. В принципе, пятый раз чистим. Или уже шестой, я даже не заметил. Короче, получается, что провиант тема хорошая. Когда у тебя он есть. Но провиант тема не особо приятная. Когда ты хочешь что-то редко получить. Дальше это полицейский участок. Тут у нас и ВСС винторезы, и сладкие схемы оружейного модуля. И ящики с оружием. И все остальное. Короче, много приятно. Еще богаче, еще дороже. Но лут еще, мне кажется, хуже, чем с альфы падает. Пока, я бы сказал, наверное, самый хороший лут с фермы падает. Изо всех этих локаций, которые стоят 15 провианта. Я уже сколько потратил. Там гранатка УЗИ. Второй, кстати, огнестрел выпал с полицейского участка. Гранаты мы видели, пружины, болты. Не самые лучшие моменты в игре. Сейчас я возвращаюсь к вопросу. Почему именно Сосновая роща? И почему именно Каменные холмы? Так какая локация? Зачистил Х5 раз. Ну, то есть Х5. То есть вот эту 5 раз зачистил. Мотель 5 раз лупанул. Мы и по фабрике 5 раз лупанули. Тоже неплохо. По полицейскому участку тоже неплохо масланули. Ну и по бункеру Альфа тоже неплохо мы провиантом прошлись. Теперь смотри. Провиант. Это тема, которая может лишить тебя фарма. То есть фарм на пути не могу пройти. Каменные холмы. Вот ты заходишь. Тебе тут и сладкая железная руда, которая в начале для новичка просто находка. Не нужно ходить известняк лупашить. Также не нужно растительное волокно валить. Все это просто приятно. Скажи. Несколько раз зачистил. Получил топы. Начинаем с того, что вообще на авто можно пройти. То есть нажимаешь за рекламу и один разочек можно зачистить локацию. Не забываем это делать. Я например забыл на новичке крайний раз это вообще сделать. Как вы видите, лут просто прекрасен. И я думаю, что цена, качество за 10-15 провианта ты получишь сколько древесины, что ты и гугль себе наделаешь. Забудешь, что такое фармить ресурсы на те же, например, что там нам нужно. Ящики строить. Крафтить какие-то вещички. Это все точно. Знаешь, многие говорят, Михалыч, может быть зимнюю локацию. Куда провиант потратить? Зачистить зимнюю локацию? Либо дубовую? Ну, дубовая чуть-чуть дешевле, но зимняя же типа дороже. Ребят, дубовая локация очень крутая. Зимняя тоже. Но ты здесь получишь чуть-чуть больше, чем получилось зеленых камней. Тут единственное, чем отличается, это дуба дает нормально. Но если честно, лучше туда сходить с топором дуба порубить один раз. А все-таки зачистить можно сосновую рощу. Блин, я все сравнял с сосновой рощей. С одной стороны, наверное, это правильно, если говорить о системе экономии. Но ты можешь нуждаться там в медной руде, ты можешь нуждаться в дубе в том же. Не хочешь фармить, иди. Если у тебя есть большое количество. Я сейчас говорю со стороны фарма экономного. Поэтому именно сейчас мы об этом и говорим. Ну а если говорить, что качество и все-таки цена-качество. Я не зря захожу в порт. То есть цена-качество, если ты любишь там халявить вообще со всей силы. Если у тебя есть большое количество провианта. Просто выплываешь на глобальную карту. Выплываешь, да. Потому что без катера ты не сделала тебе это. Конечно, печаль беда. Но, тем не менее, песчаный карьер 5. И ты там... Ба-ба-ба-ба-бам! Михалыч, на кой мне этот кварц, песок и все остальное? Нет. Мы здесь говорим о опыте. 800 опыта за 5 провианта. Так нигде не дает. И если честно, опыт плюс 0. Уровень персонажа прокачивается у меня максимальный. И снабжение здесь тоже больше всего дает. То есть получается, что эта локация самая крутая. Зачистил? Зачистил. Поэтому, ребят, я вам скажу, что провианта ведро я только что потратил. Надеюсь, что видосик будет полезный. Так какую же локацию все-таки Михалычу лучше чистить? Каждому свое. Есть у тебя провианта. Лупи то, что тебе нравится. А я, в принципе, ответил вам на самый прекрасный и топовый вопрос. Какую локацию нужно чистить и какая локация больше дает? Провиант это тема для халявы. Но ведь мы пришли фармить, сливать. Ну, наверное, убивать зомби. Всем удачи. Всем пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. И не забывайте, что удача в нашей жизни очень много значит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!